крайне загадочная история произошла и продолжает происходить сша в аэропорт лос-анджелеса издании прилетел мужчина который представился сергеем очагава экономистом из россии при этом у него не было при себе ни паспорта не визы не даже билета и он не мог объяснить таможенникам как без всего этого вообще попал на рейс как сообщает фбр россиянин перелетел самолетом из европы в лос-анджелес без паспорта без визы и даже билета но как он попал на борт никто не знает все произошло еще 4 ноября но сми узнали об этой истории только сейчас и понеслось море заголовков аля кто этот русский и как он к нам попал делом до сих пор занимается фбр и похоже за месяц не сильно-то продвинулась утверждается что сергей владимирович очагава летел скандинавскими авиалиниями с копенгагена это дания в аэропорт лос-анджелеса 4 ноября по сообщениям агентов фбр экипаж самолета обратил внимание на этого пассажира потому что он постоянно менял места из материалов фбр также следует что он просил каждый раз по две порции на раздаче еды один раз попытался съесть шоколад предназначавшийся бортпроводникам какой-то сюр сергей владимирович очагава мало того что просил все время добавку в самолете так еще и пересаживался с места на место а по прилету заявил что ничего не помнит мол у него полная потеря памяти единственное что он знал о себе так это то что он гражданин россии и возможно израиля и работает экономистом что делал в дании не помнит как сел на самолет без визы документов и билета тоже без понятия на следующий день в интервью очагава заявил что не спал три дня и не понимал что происходит очагава полагает что он мог иметь билет до штатов но не уверен он не помнит как попал на самолет в копенгагене он также не смог объяснить как и когда он попал в этот город или хотя бы что там делал на вопрос о том как он миновал спецконтроль в аэропорту без билета очагава также ответил что не помнит у сергея владимировича был при себе телефон в котором по словам фбр тоже ничего не было кроме фотографии табло в аэропорту копенгагена из коренов с отметками хостелов почему-то в германии сейчас очагава находится в следственном изоляторе в лос-анджелесе ожидается в течение этого месяца он предстанет перед судом в общем крайне загадочная странная история кто же он может секретный агент которому зачистили память фбр к сожалению не показывает его лицо а вдруг кто-то узнал бы сергея владимировича очагава или того кто им представляется